Фонтан и каток могут появиться в парке Увечного огня. Напомню, в Магнитогорске выбирают общественную территорию для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». В настоящее время идет обсуждение дизайн-проектов. В числе претендентов на победу – продолжение бульвара, набережная, сквер трех поколений, парк ветеранов и территория, на которой находится легендарный памятник Телфронту. Подробнее о том, что предлагают архитекторы, расскажем далее. Парк Увечного огня в последнее время заметно преобразился. Второе рождение он получил два года назад. Здесь выкорчевали старые деревья и посадили новые, проложили пешеходные и велосипедные дорожки, установили фонари и лавочки. Теперь на территории гуляют целыми семьями. Марина и Сергей Максимовы живут недалеко, говорят, любят бывать в парке и летом, и зимой. Раньше тут в основном были спортсмены, лыжники, бегуны, кто-то там турничок стоял. А сейчас можно увидеть родителей с детьми, мамы с маленькими детьми, с колясками, тут и велодорожки, и на велосипедах, и на самокатах модных сейчас. Правда, обустроен не весь парк, его северная часть пока пустует. Архитекторы разработали проект для благоустройства данной территории и представили его на суд горожанам. Первый сектор, первый сектор, это у нас вот эта зона, она предполагает прогулочную зону и парковку. Вторая зона, это у нас зона культурно-массовых мероприятий, то есть она вот в этой зоне находится. Там предполагается площадка для молодежного центра, также зона общественного питания, детский автодром. Согласно представленному проекту, также в парке будут и площадки для экстремальных видов спорта и небольшой амфитеатр. Магнитогорцы могут внести в план свои коррективы и предложить варианты. Жители изъявили желание видеть здесь как большое количество зеленых насаждений, так и фонтан. В качестве предложений также жители озвучивали благоустройство береговой зоны, в частности это пляж, обустроить пляж, отсыпать песочком. Также жители хотят видеть здесь и каток, ледовый каток в зимний период. Мы надеемся, что это осуществимо, что каток может быть удастся сделать. Благоустройство парка возможно благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Он в числе претендентов на победу. Станет ли лидером, будет известно к Новому году. А пока продолжается обсуждение дизайн проектов. Внести замечания и предложения горожане могут до 9 декабря.